приветствую вас на своем канале меня зовут елена предлагаю вашему вниманию очередной отчет по совместному проекту зимнее настроение вы видите перед собой картину которая получится у меня в итоге это набор от компании dimensions я вышиваю зимний праздник рождество немножко извиняюсь за свой голос так как я простыла но очень хочу вам показать свой отчет чтобы продвигаться дальше и так я вышивала неделю и выполнила все свои планы то есть я дошила этот листочек сейчас я покажу вам как выглядела моя работа на прошлой неделе и сейчас проект мой выглядит таким образом то есть я полностью вышила весь оставшийся листочек но есть ну вот вот примерно у меня было чуть наверно вот эта часть домика да и вот эту часть получается я вышила на этой неделе ну и небо естественно и бэкстич получилось очень очень красиво одно но вот если посмотреть на картинке да то там очень ярко как то вот эти вот части вот прям видно как они очерчены бэкстичем а у меня она не так как-то видно потому что здесь коричневый бэкстич идет но не такой темный например как вот на вот этих мальчиках или вот на этой арочке везде бэкстич такой идет коричневый но не слишком такой темный а вот здесь вот как-то на камнях четко видно какой бэкстич идет вот здесь вот ну не знаю как то немножечко странно получается в итоге у меня не так ярко как вот на картинке потом я вчера уже вышила французские узелки все да вот вы видите два французика вот здесь у меня осталось ну и распорола не понравилось у меня к вам вопрос там по схеме написано что французские узелки вышиваются вот в 3 нити вот этим цветом да но сколько облить и вокруг делать я вот что-то вот затрудняюсь то ли 2 то ли 3 и конечно же очень долго получается если в 3 нити здесь уже 16 канва и все отшито прям буквально прорывается иголочка через эту канву хотя иголочку взяла с тоненьким ушком длинненькую тоненькую острую которая вот для бэкстича идет наборов дименшинс я взяла именно эту иголочку вот и как-то французики никак не хотели меня получаться все одинаковые и получились какие-то такие большие я делала сначала 3 обвитие ниточки потом 2 обвитие ниточки в итоге вот эти вот остались у меня которые более-менее аккуратные вам специально показать сейчас покажу ближе вот эти два французика это в 2 обвитие нити но если посмотреть на картинку почему распустила посмотрите здесь какой яркий бэкстич на мостике да то есть эти красные прям какие-то большие огоньки я что-то думаю как бы не в 3 нити были было бы это бить и но там такие действительно большие французики получается что как-то ну вот они даже нереально смотрится я вот такие вышила все-таки распорола не знаю даже что и как вот что мне посоветуете кто вот вышивает набор дименшинсы там вот вышивались французские узелки даже не знаю поэтому девочки подскажите нужен ваш совет вот и у меня вот я покажу как на органайзере пока иголочки что-то в такой творческий беспорядок они мне постоянно превращается не знаю как у вас может у кого-то есть какой-то секрет как у вас все это дело аккуратно получается у меня постоянно эти ниточки между собой путаются иногда смотрю одно ниточку вытаскиваю где-то вытащила вернее иголочку вытаскиваю какая-то ниточка вытащилась и смотрю иголка пустая там уже осталась вот честно говоря как-то мне не очень нравится не очень красиво конечно же очень удобно здесь вот смотрите сколько у меня уже не голод припаркованы конечно же но не слишком красиво и использую такой органайзер для ниточек которых много которые не на органайзере а вот как запасные пасмы одно но тоже может быть глупый вопрос мой покажется но мне хотела бы знать вроде бы все элементарно и просто но иногда мы как-то самим до этого не доходит поэтому вот как с этого органайзера вы не вы вынимаете ниточку я уже честно говоря никак не могу приспособиться и за конец беру одну тяну когда она вытащится когда все таки вот здесь вот все у меня слетит пыталась вот отсюда вынимать одну ниточку придерживать тоже все вот так это дело собирается короче говоря не знаю даже как это сделать поудобнее чудо меня абсолютно не доходит в итоге чаще всего снимаю пасму вынаю ниточку и вешаю пасму обратно но в общем-то это я понимаю что абсолютно неправильно и времени экономится но как-то не получается у меня никак не приспособлюсь поэтому если кто там даже свой совет либо покажет каком-то своем видео я думаю будут может быть не только мне полезно но еще кому-то потому что мы и показываем свои отчеты и делимся друг с другом своими какими своим каким-то опытом вышивания чтобы нам было не только весело и легче вышивать но и понятно как что-то новое узнавали мы друг от друга ну вот такие мои продвижения у меня есть теперь инстаграм поэтому если кому интересно можете подписаться ссылочка есть на моем канале я уже там выложила эту фотографию кто-то из девочек уже посмотрел поэтому ну вот такой был мой отчет очень нравится честно говоря как вот этот лес получился сзади эти ели или сосны что это такое в общем-то красиво очень смотрится сначала непонятно что получалось здесь очень-то крест и вот такой светлый идет и в основном везде полукрест идет но вышилась эта сторона быстро как-то за две недели я вот эту половинку отшила не знаю почему-то мне самая легкая половинка наверное из всех но вот это тоже была легкая половинка не знаю на сколько это шью вторую половинку но очень хочу конечно же как можно быстрее закончить немножко подустал от этого проекта хочется чего-то нового согласно с девочками с многими когда вышивать все таки хорошо параллельно там хотя бы два проекта да то есть от одного ты немножечко устал под надоелом тебе возвращаешься к другому с новыми силами вот именно так я вышивала до этого когда у меня было два проекта был тигренок и вот этот это я уже вот вышиваю две недели не безотрывно и немножко в общем то уже утомилась к своему стыду но все таки держусь я в руках ничего нового не начинаю хочу закончить и потом все таки начну наверное сразу два проекта параллельно вышивать потому что один вышивать все таки скучно а этот я хочу быстрее конечно же закончить что касается моих планов либо зря я рано рассказала так как я говорил вам что с мосик вышивала что там на переход на новый уровень посылать на курсы на курсы я уже не иду слава богу я честно говоря на них не слишком и хотела идти потому что очень там тяжело и много времени занимать все это дело поэтому как то так наверное нельзя заранее говорить несколько не говори гоп пока не перепрыгнешь но с одной стороны и хорошо я честно говоря и не хотела так что ну вот как то так спасибо всем за внимание что посмотрели это видео спасибо за ваши лайки комментарии за поддержку буду рада новым подписчикам всем всего доброго пока пока